Всем привет! Здесь я хочу представить, как можно соединить два ноутбука или системника по USB для передачи данных. Более детально рассмотрим на примере двух ноутбуков. Для этого можно воспользоваться вот таким вот Datalink адаптером USB 2.0, общая длина которого составляет чуть больше 170 см. И как заявлено изготовителем, он поддерживает операционные системы Windows начиная с XP. Подключаю его между двумя ноутбуками. Один из которых работает на семерке, а другой на десятке. Перейдем сначала на данный лэптоп. Закрываю появившееся окно и перемещаюсь в раздел «Компьютер». Кликнув по данному значку, открываю программу, которая чем-то напоминает менеджер управления данными, где слева представлены накопители, а правее расположенная на них информация. Затем на соседнем ноутбуке, работающем на десятке, зайдя в этот компьютер, запускаю EasySuite. В результате отображаются два окна с накопителем текущего и удаленного ноутбука. Для того чтобы скопировать или перенести информацию, как обычно просто выбираем файл и нажатием правой клавишей мыши, из контекстного меню выбираем «Копировать». Помимо такого способа трансферинга информации, как логическое решение, имеющее право на существование, может быть использование USB сетевой карты для каждого из устройств. И конечно же витая пара. Установив сетевушки и подключив между ними кабель в настройках ноутбуков, нужно выполнить ряд конфигураций. На данном лэптопе в трее кликаю по сетевому подключению. Выбираю параметры сети и интернет. В появившемся окне перехожу в центр управления сетями и общим доступом. Далее изменение параметров адаптера. И тут перемещаюсь в свойство USB-шной сетевушки. В протоколе TCPIP версии 4 прописываю адрес 192.168.1.1, а маску под сети оставляю по умолчанию. Сохранив сделанные изменения, перемещаюсь на соседний ноутбук и по аналогии произвожу конфигурацию USB-шного адаптера. Только здесь указываю адрес 192.168.1.2, а также в качестве DNS сервера IP первого ноутбука. Произведя настройки, сочетанием клавиш Windows Plus R можно вызвать окно «Выполнить». И с помощью команды ping с указанием адреса соседнего ноутбука проверим, имеется ли с ним связь. В текущем случае ответ есть, значит все хорошо. А для того, чтобы передать информацию, в большинстве случаев достаточно будет также, как здесь, в адресной строке прописать через два обратных слыша адрес соседнего ноутбука. Если на нем нет никаких ограничений брендмауэром или антивирусом, то по умолчанию можно будет зайти в расшаренную общую папку. При желании можно открыть доступ к любому каталогу или диску. Для примера создам папку «Тест». Здесь можно видеть, что на соседнем лэптопе она сразу же отображается. Если не останавливаться на таком варианте передачи данных, то можно использовать и Wi-Fi USB-адаптер. А о том, как выполнить настройку, можно посмотреть в видео, находящемся в описании. Возможно, кому-то придет идея воспользоваться USB-кабелем от Razer для подключения видеокарт. Такой вариант я крайне не рекомендую, так как минимум можно будет остаться без USB-порта на устройстве. На основе этого подхода использование USB-хаба с последующим подключением через его порты к лэптопам тоже ничего хорошего не даст. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание.